Экономика Беларуси за пять месяцев набрала хороший темп. ВВП с начала года вырос почти на процент, промышленность на 4. Практически все отрасли за этот период смогли выйти в положительную зону. Активнее всего сработали машиностроение, легпром, нефтепереработка, производство строительных материалов и продуктов питания. Беларусь утвердила договор с Россией о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19. Ранее министр здравоохранения Беларуси заявил, заболеваемость коронавирусом в стране на низком уровне. Прививку сделали более 6,5 миллионов человек. Среди них порядка 17 тысяч детей от 5 до 17. Более 5,5 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по обществоведению. Позади также русский и белорусский. Следующее тестирование по математике пройдет 20 июня. Далее экзамены будут идти с интервалом в один день. На очереди биология, иностранный, химия, физика, география, история Беларуси и всемирная. Установлены и резервные дни. В Могилевском районе произошло страшное ДТП. Авария случилась около 4 утра на дороге селец Мосток-Дривенгорки. Водитель с Польсвагена не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. Погибли 52-летний мужчина и 45-летняя женщина. Причина трагедии устанавливается. ГАИ призывает не садиться за руль в утомленном состоянии. На понедельник объявлено штормовое предупреждение. Местами воздух прогреется до плюс 30. На большей части страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. МЧС предупреждает. В Могилевской, Витебской и Минской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.